МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В финале состязания «Педагог года» участники пустились кто в пляс, кто в вокальные партии. Масштаб событий оправдан. Этот конкурс профессионального мастерства стал 30-м в истории Люберецкого округа. В числе главных героев юбилейного события – 33 педагога. Самые лучшие учителя – они в Люберцах. Но я думаю, самое главное для каждого учителя – совершенствоваться. Потому что совершенству нет предела. И вот участие в подобных конкурсах – оно поднимает профессионализм, оно обучает, оно стимулирует. Вот подобные конкурсы – они всегда только в плюс. Это только финал конкурса, похож на праздник. В остальном «Педагог года» – это контрольная работа. Два месяца участники проходили испытания открытыми уроками и круглыми столами, чтобы показать уровень своего мастерства. На «Отлично» этот экзамен сдали шесть педагогов, которые стали финалистами. Женскую компанию разбавил учитель физики Сергей Данилов. Мужчины на конкурсе – гости редкие. Но Сергей рискнул составить конкуренцию дамам и нашел в своем плотном расписании уроков. Место для конкурсной борьбы не пожалел. Конкурс «Учитель года», мне кажется, дал воодушевление, стремление вперед проводить все новые интересные уроки. Самое, наверное, один из самых важных моментов – он дал знакомство с новыми людьми, мэтрами педагогии, которые принимали участие в этом конкурсе. Точная наука уступила первую ступень пьедестала дисциплине гуманитарной. Кроме эмоционального багажа, учитель английского языка Екатерина Тюняева получила наградную статуэтку и диплом победителя конкурса. Педагог 41-й гимназии стал лидером в номинации «Учитель года». Я не думала и даже не подозревала, что мы сможем победить. Наша школа сможет выйти вперед. Конечно, может быть, где-то и мы и думали, и готовились к победе, но, тем не менее, борьба была хорошей, честной, справедливой. Любой конкурс – это личностный рост, а «Учитель года» – это, мне кажется, ступенька, наверное, не одна, а три вверх. Второй пеликан отправился в детский сад «Светофорик». Его специалист Елена Осипова названа лучшей в номинации «Воспитатель года». Обе победительницы представят Люберцы в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья-2020». Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова